Добрый вечер, это программа Акцент на телеканале ОТВ. Меня зовут Максим Путинцев, а в гостях у нас сегодня генеральный менеджер хоккейного клуба Автомобилист Леонид Вайсфельд. Леонид Владленович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, на этой неделе прошла первая встреча нового руководства, нового менеджмента хоккейного клуба Автомобилист с болельщиками в КРК Уралец. Концертно-развлекательный комплекс, так это расшифровывается. Не рановато, до начала сезона, это ведь еще полтора месяца практически, столько всего может произойти. Ну, на самом деле, я тоже думаю, что немножко рановато, и мы вообще-то запланировали презентацию команды как таковой после Кубка губернатора, там, встречи с болельщиками. Сейчас у нас вообще идея была представить новую форму, плюс вот эта сделка знаковая там по дворцу, и как бы больше была идея не спортивная сторона, а такая социальная, скажем так. Ну, в общем, познакомиться. Оно лишним никогда не будет. Ощущение контакта и вообще полезности от этой встречи, оно осталось? Ну, для меня это работа. Болельщики, мне кажется, были довольны, подходили, благодарили. Ну, значит, удалось нам мероприятие. Вопросы задавали в неформальной обстановке? Очень много вопросов. Какого характера вопросов-то? Разные. Почему этого игрока пригласили, почему не того, а мы хотим вот этого третьего видеть, там, ну, сколько людей, столько мнений. В общем, много конкретных вопросов по конкретным позициям хоккеистам. Я попробую их обобщить, естественно, времени у нас не так много, но начать хочу вот с чего. Леонид Владленович, вот вы заняли в автомобилисте должность генерального менеджера, главным новым тренером становится господин Емелин. Вы вместе работали в Новокузнецке на протяжении... И в Тольятти тоже на протяжении нескольких сезонов. Вот смотрите, кажется, что денег здесь не намного больше, чем в Новокузнецке. Штурмовать кубок Гагарина с автомобилистом вряд ли придется. В чем ваша мотивация для того, чтобы приехать сюда и работать здесь, в Екатеринбурге? Нет, ну, что касается денег, столько денег, сколько было у нас в Новокузнецке, нет вообще ни в одном клубе. В смысле, настолько мало? Ну, конечно, там даже сравнивать нельзя. И что касается финансовой ситуации здесь, она, конечно, не сопоставима, там, со СКА или, там, я не знаю, с Магнитогорском. Но те деньги, которые у нас есть, они, по крайней мере, дают возможность сделать конкурентоспособную команду. Конкурентоспособная-то какая? Ну, по крайней мере, чтобы бороться за выход плей-офф. Вчера на встрече с болельщиками о планах на сезон, когда вас спросили, сказали, ну как же, ну кубок Гагарина. План на сезон у команды, у любой он ровно один. На самом деле, я вот этот вопрос очень не люблю, когда задают... А без него, по-моему, ни одна встреча предсезонная не обходится. Вот какие у вас планы? Ну, какие планы выигрывать? Тут я вот все время привожу пример. В свое время Сергей Алексеевич Николаев, тренер, так сказать, царство ему небесное, ему задали вопрос, какое место вы планируете занять? Он говорит, 13-е. Почему 13-е? Он говорит, ну потому что первые 12 уже распределили. Ну, то есть, кого не спросят, вы что, мы медали. То есть, все медали. Ну, понятно, что все медали. То же самое мы, конечно, будем стремиться выигрывать там. Я вот сформулировал бы задачу просто. Надо выходить и вот следующую игру выигрывать. А дальше видно будет. Комплектование команды, оно завершено или оно продолжается? В общем, в какой стадии сейчас находится? Это процесс такой перманентный, он вообще не завершается никогда, потому что переходы разрешены, по-моему, там до 15 января, и, соответственно, комплектование продолжается. Другое дело, что в основном, да, мы комплектование завершили, и у нас осталась одна позиция легионера. В этом направлении мы работаем теоретически. Если появятся какие-то россияне, которые значительно сильнее наших игроков, мы их пригласим в команду. Другой вопрос, что я плохо представляю, кто это может быть, потому что, ну, маломальски там такие значимые игроки, они под контрактами. Поэтому, ну, может, конечно, какой-то там форс-мажор там где-то случится, у кого-то, кто-то с кем-то разругался или еще что-нибудь там. Мы, конечно, отслеживаем там эти ситуации, но маловероятно, что какие-то знаковые россияне появятся. В общем, знаковых приобретений, получается, у нас вот таких, по крайней мере, с российскими паспортами хоккеистов не ожидают. Ну, хорошо, а иностранцы как? И, опять же, вот вы говорите, есть одна позиция легионера. Это откуда он, может быть? Из Европы или из-за океана? Откуда угодно. Просто, чтобы игрок был сильный. Но, скорее всего, из-за океана. Скорее всего. Но все может быть. Ощущение такое, что из-за океана у нас как-то игроки пока не особенно приживаются. Я уж не знаю, разница во времени, в менталитете, там, в культуре, еще в чем-то. Или это такая ложная посылка? Ну, не знаю, на основании чего сложились такие ощущения. Ну, исключительно опыт и наблюдение за КХЛ. Не прав? Можете примеры привести? Вот прекрасно играющий американец или канадец у нас? Ну, Соппел у нас с этим Робитайлом очень хорошо играли. Далман, понятное дело, там, я не знаю, кто. Вратари хорошие в Челябинске. Я, если честно, тут вопрос-то не в национальности, вопрос в квалификации и уровне игрока. У нас уже один канадец на контракте находится, правильно? Эрик Беланже. 35 лет все-таки, это возраст. Опять же, уход из НХЛ. Ну, как-то это странно немножечко воспринимается. Не значит, что человек с ярмарки едет, да, вот что называется. И приехал за экзотикой, например, ну и денег там, относительно легких заработать. Почему его взяли? А? Почему его взяли? Его взяли, потому что, в первую очередь, нам нужен был центральный нападающий. Там уровня центральных, скажем, Беланже на рынке не было. Это вот, я считаю, из тех предложений, которые были, это самый лучший. А, как он будет играть? Ну, единственное, несколько вызывает сомнения, то, что у него результативность последние годы снизилась. Но это очень опытный игрок. Он даже сейчас один из лучших на вбрасывании. Очень авторитетен в раздевалке. И это боец, и там куча всяких достоинств. Мы на него очень рассчитываем. Леонид Павлович, вот вы говорите о необходимости командной химии, да, так называемой для достижения результата. Что это такое, командная химия, и как ее добиться? Ну, простая история. Вот, если, например, вот Ковальчук там возьмем, да, это очень хороший игрок, я его очень люблю, там все. Но если будет там в команде 22 Ковальчука, то это будет трагедия, понимаете? И, соответственно, это вот выражение у канадцев, team chemistry, вот эта вот командная химия, это значит, что, как они говорят, что для того, чтобы кто-то играл на рояле, кто-то его должен таскать. То есть должны, когда очень много игроков силового плана и нету интеллектуалов, это плохо. Это витязь получается. Когда перебор интеллектуалов и нету силовиков, это тоже плохо. Должен быть баланс между скоростью, техникой, мышлением игровым и другими качествами. Ну, и лидеры, наверное, тоже должны быть, которые там в трудную минуту готовы за собой потащить команду. У нас такие будут? Они есть вообще? Вот понятно, кто может на эту роль претендовать в автомобилисте. Ну, я надеюсь. И, как правило, очень часто это бывают люди, ну, достаточно неожиданно возникающие. И, предположим, там даже вот те ребята, которые в том году играли в автомобилисте, там, Федор Малыхин, там, братья Стрельцовы, они уже в таком хорошем возрасте, им уже пора выходить на ведущие позиции. Понятно, что 2-3 года назад они были просто молодыми игроками. А сейчас они уже, ребята, поигравшие в этой лиге, они уже достаточно опытные. И почему бы им не взять на себя роль лидера? Кроме того, мы пригласили достаточно опытных ребят, там, Илья Крикунов, Эдик Ливандовский, ну, там, Артем Чернов, там, Владелька Пагагарина. Там есть люди, которые могут. Я вот думаю, те болельщики, которые нас сейчас смотрят, они, ну, подсознательно все равно вспоминают прошлый год, вот этот вот жуткий провал, последнее место, крайне малое количество набранных очков. И от их лица я бы задал вопрос, можно ли гарантировать, что этот кошмар не повторится? Ну, понятное дело, что, знаете, давайте так, вот руководство клуба пригласило нас, там, ну, меня и Мельна, там, да, наверное, они связывают с нами определенные надежды. Мы совершенно четко осознаем, там, долю ответственности, да. Соответственно, мы приглашаем игроков, которые с нашей точки зрения должны решить эту задачу. И, конечно, мы надеемся, что результат будет другой. Мы очень на это надеемся. Какие-то первые впечатления от Екатеринбурга уже есть? Вот у вас лично по двум направлениям, я бы сказал, первое такое вот чисто хоккейное впечатление, а второе направление такие городские бытовые? Или пока еще, может быть, треноватые мало времени прошло? Вы, если честно, знаете, мне вообще по большому счету все равно. Я вот родился и прожил практически всю жизнь в Москве, работал в Тольятти, в Новокузнецке и абсолютно никакого дискомфорта там не испытывал. Ну, что мне здесь нравится, по сравнению, скажем, с Новокузнецком, понимаете, вот, предположим, мы сейчас подписывали контракт с Коваром, да? Ну, понятно, там, элитный игрок, там, все понятно. Один из решающих аргументов, это было то, что есть прямой рейс Екатеринбург-Прага. Вроде странным кажется, да? А с другой стороны, вот, Новокузнецк, если абстрагироваться там от всяких, там, ну, там, экологии, неэкологии, это все понятно. Просто вот элементарный бытовой вопрос. Дают выходной, скажем, три дня. Ну, и как с Опелу попасть в Чикаго? Значит, игра закончилась. Рейс один только утром в Москву. Утром он летит в Москву, прилетает в Домодедово. Дальше из Домодедово нужно переехать в Шереметьево. Это просто военная операция. Из Шереметьево надо, чтобы была еще стыковка, там, с Нью-Йорком. После Нью-Йорка, там, я не знаю. Короче говоря, смысл-то в чем? Екатеринбург, 40 рейсов в различные страны мира, ты спокойно летишь в Европу, там, какой-нибудь Франкфурт, пересадка, и ты в Америке. То есть для вас такой дополнительный кузырь в переговорах? Это очень важно. Вы даже не представляете, насколько это важно. Потом вот эти вот вещи относительно, там, всякие консульства. Вот, например, в том же Новокузнецке. Любой вопрос, надо лететь в Москву. Там, консульство США, консульство Германии, консульство Финляндии, это все Москва. Там, оформление вот этих вот легионеров, вот эти визы, разрешения. Это логистика настолько здесь упрощается, что это радует. Ну и, естественно, конечно, сообщение с другими городами очень важно. Это очень важно, потому что, ну, ребята же тоже смотрят. Представьте себе, у человека есть три предложения одинаковых. Вот он выбирает, он смотрит, так, куда лететь. Ну, в смысле, куда ехать играть. Ну, понятно, где я буду жить, смогу ли оттуда выбираться. Тренер хороший, команда примерно такая же, там, условно, менеджмент такой же. Что делать? А вот из Екатеринбурга есть прямой рейс. И все, это аргумент. Спасибо вам большое. Ну, удачи и успехов, естественно, вам, автомобилисту, в этом сезоне. Я напомню, что в гостях у нас был сегодня генеральный менеджер хоккейного клуба «Автомобилист» Леонид Вайсфельд. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин